Вот мы сейчас вытаскиваем, да, сейчас должны получиться уже оригинальные концы, настоящие, которые потом мы увидим на цифилине. Здесь на цифилине уже готовые шипы. Это просто как фокусник. Нужно сейчас посмотреть на свет. Сейчас надо обратить внимание, что весь красивый шин, давайте отодвинем немножко. Он находится, да, вот так вот. Он находится, этот красивый шин, который, он находится внутри красной границы, которую вы отчертили. Да, тогда я знал, что весь вот этот шин, который мы сделали ручной работой, он находится, то есть формочка, вот эта формочка нам не отменила ту часть шина, которая, кошерную часть шина. Как мы это знаем, из-за того, что я ввел контур вокруг, красной ручкой, вокруг кошерного контура, и теперь весь этот красивый шин внутри красного контура, это значит, что весь этот ручной, выдавленный вручную шин, он остался и не отменился. На этом этапе, значит, надо дать высохнуть шину день-два, потом он чуть-чуть высыхает, и снова поставить эту машину, его прогладить чуть-чуть, несколько раз я возвращаюсь к этой операции, чтобы это было красиво, гладко, и это почти невозможно всю эту кропотливую работу сделать, на серийном производстве тфилина. То есть только ручная работа единичными такие? Да, да, ну это известная вещь, что ручная работа, она не работает. Не может быть конвейером? Да. То есть это не серийное производство, никогда не подобно ручному? Да. Всегда, как бы, есть? А из-за того, что тфилин, у него есть такая еще, я не знал, как сказать на русском, «згула», как сказать? Ну, как перевести это на русский «згула», то есть «побочная сила», побочная сила, побочная сила, побочное явление в положительном смысле, да, что тфилин, он затыкает рот микотрегим, это кто? Обвинитель. Обвинителем. Почему? Потому что написано, что Всевышний тоже накладывает тфилин. Ого. И что написано в… интересно, кто ему делал тфилин, это я не знаю. Он накладывает тфилин, говорит, что написано в тфилин. Он говорит, «ми камха, ми кеамеха Исраэль». Кто подобный народу тебе Израиль? Израиль, да. И когда обвинитель хочет прийти и нажаловаться на нас, и видит, что на нас тоже лежит тфилин, и что написано в тфилине? И он не может, рот его закрывается, поэтому стоит в эту мицлу вложиться, насколько мы можем больше в нее вложиться, стоит это сделать, потому что… То есть на Всевышнего в тфилине мы скажем тоже немножко такое… Немножко из тайного учения, из кабалы. Вот здесь, вы видите, Рабойша сделал букву ШИН. Да. На тфилине есть еще одна буква. Здесь у нас есть головной тфилин, есть буква ДАЛИТ. Головной тфилин. Вот у него здесь есть буква ДАЛИТ. Вот это вот. Вот здесь есть ШИН. Здесь есть буква ДАЛИТ. А на ручном тфилине есть буква ЮД. Вместе, если смотреть сверху, ШИН дает имя ШАКАЙ. Я специально не говорю среднюю букву, чтобы не произнести имя Всевышнего просто так. Это имя Всевышнего, одно из имен Всевышнего, которое означает по кабале, что Всевышний дает благословление в каждой отдельной точке столько, сколько в этой точке должно быть и им точно назначено благословление. Вот так вот. То есть тфилин является проводником влияния благословления от Всевышнего. Ну вот мы сейчас поговорили о каких-то тайных высоких вещах в тфилине, которые связаны с простым написанием Бухавиши. Спасибо большое, Рыбмайша. Было очень увлекательно. Маленькое добавление я хочу сделать, что когда, ну не дай Бог, не про нас будет сказано, если у человека есть неприятности или со здоровьем, или в жизни, раввины советуют проверить тфилин. У Rider vidéo Это тоже надо знать. Потому что мы еще одну «зигину» выучили от Силина, что это не только дает нам будущий мир. Но и как-то помогает вам в этом мире. Спасибо большое. До свидания. Во-вторых.